Доброго времени суток, уважаемые зрители! Это очередной выпуск того шоу Каспорт Аланы. В конце прошлого года появилась новость о том, что в казахстанском клубном футболе будет отменен лимит на легионеров. В начале этого года новость была официально подтверждена. Попытаемся разобраться, какова жизнь в условиях безлимитного футбола. Меня зовут Виктор Кирилюк, я с удовольствием приветствую гостей сегодняшней студии. Президент Казахстанской федерации футбола Атлет Назарбаевич Барменкулов. Добро пожаловать в очередной раз. Рафель Гребян, как раз-таки президент, руководитель профессиональной футбольной лиги Казахстана. Ну и наши блогеры, журналисты Айдын Кожахмет, Касымжан Мукатаев. Ветеран, олимпийский чемпион 1988 года Евгений Викторович Яровенко. Добро пожаловать. Ну и первый вопрос, наверное, к вам. Вы выходили в социальные сети, говорили о том, что лимит отменяется. Но давайте будем честны, лимит никуда не делся. Просто математически теперь будет работать по-другому. Ну да, потому что принципиально это, кардинально-то ничего не поменялось. Потому что из заявки 25 игроков, 13 казахстанских игроков как было, так оно и остается. Просто дело в том, что решая вопрос конкурентоспособности наших футболистов, мы рассматривали, какие там барьеры, искусственные барьеры созданы, есть, нет. Ну в данном случае мы видим, что лимит легионеров прописан был. Также вопрос по футболистам ЕАЭС. Они считаются не легионерами. Тут нужно было дать этому понимание. И, соответственно, я считаю, что и мы все, наши специалисты, проанализировав ситуацию, мы дали свой вывод, что эти лимиты не нужны. И дело в том, что вот именно 13 наших казахстанских футболистов, они должны именно в здоровой, такой правильной конкуренции выходить на поле. Ну, учитывая, что в прошлом сезоне, даже несмотря на присутствие лимита, да, и как раз-таки игроки из этой самой зоны, они могли появляться, и там по 9 человек не казахстанских футболистов, они выходили в основе. По сути, в математике все остается то же самое. Ну да, вот остается. Но дело в том, что мы видели в прошлом году, вот это целенаправленно именно анализировали все игры, где выходят на поле 7 легионеров и 4 игроков из ЕАЭС. То есть что получается? У нас те, кто не могут... То, что наши казахстанские футболисты, которые выходят на поле, должны выходить на поле, да? Они не составляют никакой конкуренции, потому что их заменяет именно ими игроками ЕАЭС. Да, да. Ну, а что должно быть у нас? Вот как считается, теперь у нас четкое понимание есть. Казахстанский футболист, не казахстанский футболист. То есть вообще как бы вопрос легионер-легионер этого же отпадает, потому что это же просто кто может попасть в казахстанскую сборную? Игроки же ЕАЭС не могут попасть. Соответственно, все. Мы должны к этому подойти более именно четко и разъяснить теперь, как дальше это теперь должно это работать, как эти регламенты теперь должны работать. Рафаэль, как принималось это решение вот со стороны именно профессиональной лиги? Возможно, опыт какой-то зарубежный предпринимался? Либо вот вы рассуждали, когда принимали вот эти 13 плюс 12, исходя из реалий нашего именно футбола? Ну, конечно, мы опирались на последние годы работы лиги, чемпионата. Мы проводили аналитику, и была группа людей, которая это постоянно мониторила. И нельзя опираться на какие-то страны в моменте времени, принимая свои решения. Это все постоянно меняется. И наша ситуация сложилась так, что у нас было неправильное разграничение между воспитанниками казахстанского футбола и невоспитанниками. Сейчас все остается точно так же. Мы оставляем 13 воспитанников и снимаем все искусственные какие-то барьеры, которые были созданы. Мы спокойно можем конкурировать своими игроками. Плюс к этому у нас нет никаких лимитов. И это будет только на благо того, что футболисты будут развиваться. Первая лига, что с ней? Первая лига, наоборот. То есть такое решение, которое требуется сейчас, оно ограничивает количество легионеров. То есть там будут только наши воспитанники казахстанского футбола. 25 человек заявки. Просто многие говорили по поводу именно первой лиги, что отсутствие как раз-таки какого-либо количества легионеров. Понятно, в первой лиге не самые сильные легионеры приезжают, но все же наша казахстанская молодежь, как раз-таки в этом же и смысл привлечения легионеров, чтобы футболисты вместе с ними росли, чтобы хоть какое-то количество оставлять для первой лиги. Потому что команда, выходя полностью казахстанскими футболистами в КПЛ, вынуждена будут как минимум 50% состава менять. Что делать остальной половине команды? Может быть, стоило в первой лиге, не рассматривали этот момент, оставить хоть какое-то минимальное значение по легионерам? Ну, здесь мы прежде всего смотрим на качество. То есть у нас должно быть постоянно увеличение качества футболиста. Все лучшие должны играть в премьер-лиге казахстанцев. И отсутствие каких-то барьеров приведет к тому, что все клубы начнут искать самых лучших казахстанцев. Потому что для сезона 12 легионеров это очень мало. Невозможно играть 12-ми футболистами. Обойма должна быть минимум 16-18 футболистов. То есть, соответственно, из первой лиги наши казахстанцы должны подтянуться к премьер-лиму. И первая лига становится такой фабрикой производства. И все это должно быть взвешено по годам. То есть когда у нас будет уровень первой лиги повышаться, само качество чемпионата вырасти, тогда можно вводить какие-то уже дополнения в первую лигу. На данный момент это самое взвешенное и правильное решение. Плюс у нас должны быть молодые футболисты, которые должны иметь постоянную практику. И Виктор, на самом деле, сегодня это плачевная ситуация. Вы посмотрите сегодня, что у нас. Если мы говорим о конкурентоспособности наших казахстанских игроков, в расширенный список национальной сборной максимум 40 игроков попадает. Это говорит о уровне сегодня нашего казахстанского футбола в целом. Поэтому выбора-то нет. Соответственно, мы должны им такую площадку конкурентную создать, именно там, где они будут проявляться. А первая лига как раз для того, чтобы... Там обязательно нужно было эти ограничения создать. Никаких легионеров там не должно присутствовать. Это на самом деле кузинца кадров, да? И первая лига должна показать. И именно это мы демонстрируем. Почему к этому решению приходим? Нам главное вот именно в конечной нам нужно было получить именно тот уровень конкурентоспособных футболистов. Вот и вся картина. Евгений Викторович, мы здесь по математике получили объяснение. 13 – это воспитанники казахстанского футбола, те мужчины, которые могут играть за нашу сборную, и 12 легионеров. Как вы относитесь к этому нововведению? Когда вы играли, выигрывали Олимпиаду, никаких таких лимитов и не могло быть. Но вы тренировали при определенных ограничениях по появлению легионеров. Как вы относитесь к нововведению? Я скажу, наверное, с позиции игрока и с позиции тренера. Ну, прошлый год показал, что у нас был достаточно такой стабильный на высоком уровне чемпионат. Сейчас все задают такие вопросы, как вроде бы мы получили нового чемпиона, нового обладателя кубка, сборная блестящая выступила. Зачем делать какие-то там изменения в первую очередь? Я бы здесь, конечно, и вот эта ситуация, наверное, есть и плюсы, и минусы. Плюсом бы я отнес следующее, наверное, чтобы к нам в страну ехали только высококлассные легионеры, чтобы какой-то был потолок заработной платы, контракты там было, потому что есть такие ситуации, когда будут такие разногладия между казахстанскими футболистами и легионерами. Когда приезжает высококлассный легионер, наши футболисты у них учатся. И мы говорим о здоровой конкуренции, возвращаясь в карат 80-х, 40 лет назад, не было никакого лимита. Очень сложно было попасть в основной состав, только через титанический труд. А здесь у нас амбициозная футбольная держава, у нас амбициозные футболисты. Почему себе вопрос не зададут? Не зададут футболисты. Почему он, а не я? Это в первую очередь. Почему я должен отдавать ему свое место? Это называется здоровая конкуренция. И при высококлассных легионерах, я думаю, они будут быстрее расти, будут перенимать опыт. Они так такие, знаете, как второсортные легионеры приезжали, они просто здесь доигрывали свой футбольный век и зарабатывали, и все. Айден, вы очень давно пишете про казахстанский футбол, вы видели все лимиты, да? Сейчас с другими цифрами будете жить. Как вы отнеслись к этой новости? И плюсы-минусы, опять же, эпосистемы? С самой новости отнесся довольно спокойно, потому что, ну, как и Адлет Назарбавич сказал, что у нас математически ничего не изменилось. У нас, на самом деле, и в прошлом сезоне можно было спокойно выпускать на поле 11 иностранных футболистов. У нас, слава богу, не было таких случаев? Было 10. В прошлом году была отрава однажды на одну игру, выходил с 11 иностранцами, но у нас была просто подмена понятий, да? То есть футболист из зоны ЕАЭС у нас не считался легионером, да? Соответственно, но он и казахстанцам не может считаться, потому что он не может играть за сборную Казахстана, соответственно, он иностранец, да? То есть сейчас просто вот этот, скажем, эту подмену понятий убрали, да? А теперь все, ребята, конкурируйте. Вот есть у вас 13 казахстанцев, есть 12 иностранцев. Пожалуйста, кто сильнее тут играет? На самом деле, если федерация, допустим, вводит такое правило, да, то есть отменяет, как мы это называем, лимит, и разрешает на поле одновременно выходить один с иностранцем, это же ни в коей мере не значит, что теперь все обязаны это делать. Правильно? На самом деле все зависит всегда от самих клубов, какая у них повестка. Если, условно говоря, там, Уорда Басы в прошлом сезоне ставил задачу выиграть чемпионство и пытался сделать это большей частью силами казахстанских футболистов, им это удалось. Была такая повестка, они ее выполнили, да? Если, допустим, Астана ставит задачу успешно выступать в Еврокубках, и на самом деле там никто не заглядывает в паспорт футболисту, то там и могут выходить 11 иностранцев, да? Допустим, вот родной край Евгения Викторовича, Жамбулская область, если бы Тарас, допустим, играл сейчас в премьер-лиге, я уверен, хоть какой бы лимит мы не делали, Тарас все равно придерживался бы своего стиля, доверяли бы местным футболистам. Поэтому, на самом деле, кардинально-то ничего не изменилось. Другой вопрос, что мы должны сами себе задавать вопрос, для чего мы это делаем, да? Для чего мы убираем лимиты? Понятно, сейчас Федерация объяснила нам, да, чтобы, в принципе, играть это подмену понятий. Самое главное, вот Евгений Викторович правильную фразу сказал, нам важно, чтобы приезжали высокого класса легионеры. К сожалению, тенденция в нашем футболе последние годы такова, что у нас финансирование футбольных клубов сокращается, очень много критикуется футбол за то, что там тратятся деньги на футболистов, в том числе на легионеров и так далее, и так далее. И в связи с этим последние годы качество приезжающих легионеров стало падать. То есть мы сейчас не привезем на условные 5-6 тысяч долларов в месяц сильного футболиста. Мы нового Томасова не привезем за эти деньги. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что к нам будут приезжать легионеры не самого высокого уровня. Другое дело, вот если бы мы выработали механизм, при котором мы будем стимулировать, допустим, клубы больше доверять своим молодым футболистам. Я уверен, что в ПФЛК наверняка задумывались об этом, там люди поумнее меня. Я думаю, что наверняка есть какие-то механизмы стимулировать клубы для того, чтобы они больше доверяли своим футболистам. Такие шаги, они как бы вкупе, я думаю, должны сработать. Ну а вот такой пилюли волшебной, за счет которой мы резко повысим качество казахстанских футболистов, оно не существует. Если бы такая пилюля была, в мире ее бы использовали. Поэтому я думаю, что на самом деле фатального ничего не произошло. Отменили мы просто понятие футболисты из зоны ЕС, и все. На самом деле также условия конкуренции те же. Касанзам. Если честно, мое мнение, я против была отмена лимита. Сейчас, да? Нет, и до сих пор против, потому что почему в нашем чемпионате многие клубы спонсируются за счет государства? И это тоже является проблемой, потому что команды, многие команды ставят себе задачу на один сезон. То есть пришел новый Аким, который немного любит футбол, он сделал задачу, чтобы команда попала в шестерку, или в тройку, или поборолась. Все, пришел следующий Аким, и все, все опять поменялось. То есть в наших клубах нет селекционной службы, да, такой хорошей, да, хорошей селекционной службы. И это тоже, мне кажется, может быть проблемой. Также я считаю, что вот это вот, то, что отмена легионеров первой лиги, это может тоже быть проблемой по заключению контрактов. То есть ты не можешь заключить уже контракт на 2-3 года с футболистом. Если у тебя футболист, команда в следующем году вылетит, да, грубо говоря, а у тебя 11 легионеров, а у тебя уже игрок на 2-3 года, что с ним делать? Или просто так он у тебя будет получать деньги тогда, получается, или расторгай с ним. А это тоже уже, получается, какие-то санкции, да, будешь, тростные. Санкции отражаются в контрактах и все. Для клубов так должно быть. Ну, понятно, но тогда, получается, задачи у нас будут команды, которые борются за самые высокие места, для них этот лимит нормальный, окей. А те команды, для которых, как Leaf, да, такие, как OGPS, ISR, да, много таких команд есть, для них, мне кажется, вот этот лимит, они не смогут заключить контракт больше, чем на год. Это тоже, мне кажется, будет проблемой. И, соответственно, они не будут брать футболистов на перспективу, чтобы его продать, да, куда-то там, заработать на нем. А будут брать футболистов под задачу, и если они не выполнят задачу, то платить штраф. Здесь важно сказать, что длительность контракта, которая заключается с футболистами сегодня, и лимит – это несвязанная вещь. То есть длительность контракта – это вопрос бюджетирования. У нас клубы не имеют понимания бюджета на следующий сезон, и поэтому они заключают краткосрочный контракт. И самое важное понимать, что футболисты, то есть мы говорим о профессиональном футболе, футболисты должны стать активами футбольных клубов, не исполнителями на один год, а именно активами. И здесь вопрос стоит о том, что трансферы и трансферная деятельность сама по себе – это одна из главных составляющих заработка футбольного клуба. А если нет актива, то есть контракт на один год, то невозможно, и есть при этом лимит, ограничение, невозможно говорить о какой-то футбольной индустрии правильной и развитии футбола в целом как бизнеса. То есть мы должны понимать, что любой барьер, который ставится искусственно, он ограничивает все грани. Футбол очень многогранен и в управлении, и в самой игре. То есть все взаимосвязано. И у нас сегодня появляется возможность того, что мы открываем рынок для футбольной индустрии, для инвесторов, чтобы они приходили в Казахстан. А иначе, имея барьеры, никому не будет интересно. То есть мы же ставим задачу перед собой перехода из государственного финансирования в частное. Но невозможно, если ты не можешь создать актив, это невозможно сделать, то есть неинтересно. Ну да, и поэтому изначально и было много вопросов, что, дескать, когда еще не понимали, говорят, вот отмена лимита, почему эта отмена лимита идет за государственные деньги. Вот сейчас мы получаем кое-кое разнесение. Еще очень важный момент. Этим решением мы можем создать очень большой прецедент. Дело в том, что по договору между странами, входящими в ЕС, перемещение рабочей силы, оно должно быть свободным. Я понимаю, когда это работники не спорта, не командных каких-то мероприятий, условно, водитель, учитель может быть. Да, таких людей невозможно ограничивать. Но когда касается дела спорта, наверное, вот про что мы и говорим, да, легионер это тот человек, который не имеет права играть за национальную сборную, ну вот Казахстана в нашем случае. И как раз-таки, может быть, сейчас этот прецедент и сработает в других странах. Понятно, немного наших футболистов выступает в той же российской премьер-лиге, но все же, как вы думаете, как раз-таки пример Казахстана, может, как-то подтолкнет уже, потому что в континентальной хоккейной лиге, в лиге ВТБ баскетбольной, как раз-таки работает это правило. Оно перестало работать только у нас. Ну, смотрите, вообще надо немножко по-другому смотреть. Мы только что же, Рафаэль об этом и говорит, давайте на футбол будем смотреть немножко по-другому. Во-первых, когда мы говорим про бизнес-индустрию, мы считаем, что футбол в перспективе будет такой же отраслью экономики, как и все остальные. Надо немножко с другой стороны закрыть. Я вот немного хочу все-таки акценты ваши, которые вы делаете на лимитах, убрать. Вот сейчас вот Айден хорошо сказал, что наверняка федерация думает о том, чтобы находить решения, другие мотивационные, чтобы наши футболисты росли, да? Но тогда для этого, вот мы для этого специально, что сейчас сделаем? Я ухожу просто от того вопроса, чтобы перевести немножко акценты на другое ваше внимание. Извиняюсь, Виктор. Мы акцент сегодня делаем на уровне менеджмента, то есть на повышении компетенции именно управления клубов. Мы для этого разработали стандарт управления, стандарт оценки управления. И мы сейчас предложили клубам именно эти, чтобы они внедрили эти стандарты. Это что даст? Это как раз-таки точка отсчета от этого идет. Наша главная цель, я вот в своем вот инстаграме выступлении там сказал, о том, что мы перед собой ставим эту большую задачу, переход от госфинансирования в частное. Как ее решать? Каким образом? Да, здесь не стоит вопрос о том, что мы там ограничили там права футболистов ЕС. Да нет, никого там не ограничили. Мы всем, они могут там, кого футбольный клуб может полностью там, россиян, беморусов набрать. Вопрос в хоть 12 человек. Тут нет ограничений. Это здоровая конкуренция, пускай заходит. Вообще не об этом вопрос. Мы говорим о том, что как нам прийти к тому, чтобы клубы были самоокупаемыми, да? Как нам прийти, сделать так, чтобы в конце концов пришел инвестор, да? А для этого и вся эта картина делается. Почему я начал с того, что именно конкурентоспособность, и несколько раз об этом акцентирую. Вот про легионеров. Вот я вот сейчас достаточно четко об этом сейчас Евгений Викторович сказал, что нам нужны сильные легионеры. Нам нужно, чтобы поднять зрелищность. Зрелищность игры, да? Соответственно, что за этим идет? Вот вы по национальной сборной же видите, как только мы там несколько раз продемонстрировали эту зрелищность, сразу что пошло. Мы же знаем по федерации, видим эту всю картину, мы видим в динамике все эти достижения. Именно спонсоры подтянулись, сразу интерес пошел к футболу. Потом я вам скажу, основные доходы, это же трансляция. Вот что будет? Вот сейчас цена на права на трансляцию, она сразу повышается. Но это же такие короткими рывками это не решается. Решается только комплексно. Поэтому мы и заходим. Легионеры, решение по легионерам, это одна из маленьких таких задач, по сути. Просто я поэтому не хочу, чтобы только внимание на это было. Но оно сыграло тоже свою роль. И даже я благодарен всем оппонентам, всех, кто говорят, что это неправильно, или там по-другому это все как-то обсуждается. Но конечная цель наша, именно повышение зрелищности, наша конечная цель охота за инвесторами. Нам нужно сделать это. И самый главный момент, мы это, когда говорим про конкурентоспособность наших футболистов, мы же это увидели сегодня, что мы видим конкретно? Футбольный бум есть в стране, сегодня все футбольные центры забиты. Детские, детско-юношеские. Это же прекрасно. Второй момент. Вот как национальная сборная сыграла. Оказывается, мы можем играть. Правильно же? Она на хазах, намус, легенбар. Вот все это проснулось как-то у нас, у наших футболистов. Уверенность появилась. Соответственно, вот понятие конкурентоспособности, и вот идти вперед, и вот выиграть ту позицию, которую там занимает какой-то легионер, вот перед ним задача. Живая задача на поле. То есть я как тоже прошлым спортсмен, я говорю об этом, что не будет никакой конкуренции, не будет какого-то конкретного перед тобой цели. Вот все, ты, это же стимул. Вот и все. То есть мы должны все это создавать. И это все приводит к зрелищности футбола. Понимаете? Вот о чем надо рассуждать больше. И поэтому мы выстраиваем всякие пути всевозможные, что приводит к тому, что привлечь интерес инвесторов. Их интерес, мы должны это все для этого создавать. Вот это главный стимул. Я думаю, что у нас уже получается. Мы же наглядно это по нас сборной видим. Вы посмотрите, какие изменения сегодня. Вот матч, да и как проходит, когда собираем полные стадионы. Это же какие мероприятия там сегодня организуются. Это совсем другое. Совсем другой. И подход другой. Ну, теперь нам что нужно за этим? За этим все подтягивается. Вот сейчас какой интерес пошел. Сейчас все нормально, если все по плану идет. Мы сейчас доберемся до качественного продакшена. Так же? Соответственно, уже более-менее какая картинка будет. Ну, если, тем более, вот мы сейчас говорим о том, что дай бог в перспективе, чтобы у нас получилось, да, чтобы в Казахстане появилась такая мощная инфраструктура, хотя вот эти шесть таких стадионов мы сейчас над этим работаем. Работа опять с теми же инвесторами. Как это все быстрее организовать? Весь этот комплекс, когда соберется, это все решение вопроса. И тогда мы получим футбольную бизнес-индустрию. Вот она картинка. Такой инвестиционный стимул для тех ребят, которые сейчас приходят в футбол, либо которые не до конца развились еще и выросли именно в конкурентной среде. Да, и поэтому с чего-то же надо начинать. И каждый момент. И вот тоже были моменты, вопросы, почему именно с лимитов начали, а не занимайтесь работами с клубами, не снимайте там коррупционные вопросы и так далее. Нет, это надо заходить комплексно. Надо все постепенно, все, что возможно, сейчас делать, надо это уже делать. То есть это все придет к этому. То есть в итоге все пазлы должны сойтись. Вот к этому мы приводим. Поэтому мы и говорим о том, что мы и работаем над тем, чтобы культура футбола пришла в Казахстан. Мы и работаем над тем, чтобы культура менеджмента пришла в Казахстан. Именно футбольного менеджмента. Для чего в прошлом году мы открыли академию именно менеджмента? Наша задача сегодня максимально сегодня продвигать и привлекать всех разных экспертов, которые помогут нашим футбольным клубам вырасти ментально, вырасти именно, я имею в виду конкретно про менеджмент. Это управленческий характер, его надо менять. И сегодня к этому надо прийти. На самом деле все в голове, это все можно изменить. Мы же об этом постоянно рассуждаем, мы же после анализа видим, что в клубах сейчас, в какой уровне менеджмента. Либо они понимают задачу, не понимают, или осознают, не осознают. А те, кто осознают, они не знают, как ее решить. Это нормально, это и в бизнесе также, и в многих разных службах это также бывает. Здесь еще очень важно, как сейчас эти самые менеджеры донесут до руководства областей, городов, которые экспонсируют саму идею этого всего. Потому что у людей, не до конца разбирающихся, наверное, в спорте, и понимая, что такое безлимитный футбол, будем говорить, зачем мы деньги будем иностранцам платить, когда нашим. То есть вот здесь все очень сейчас сильно зависит от руководителей клубов. Как можно грамотнее они должны донести вот это вот изменение. Если брать статистику прошлого сезона из топ-100 футболистов, которые провели хотя бы 50% игрового времени на полях, среди 100 футболистов 47% это казахстанские игроки. То есть плюс-минус, ну, с некоторой процентной кривизной, но все-таки вот это 13 плюс 12, оно соблюдается. Касамжан, какой-то идеальный бы, наверное, лимит, или бы ничего не менял для тебя? Если честно, я вот говорил, как говорил, у нас сейчас вопрос... Мы продолжаем говорить лимит, потому что, ну, он таковым остается, да. Все-таки меня в первую очередь переживает сборная, да, наша. И, как говорил Магомед Адиев много раз на пресс-конференциях, что у него в обойме, ну, вот, Адлет Назарбаевич говорит, что у нас 40 в расширенном, да, списке. Максимум. Чтобы его на 5-7. Да. Да, 37 максимум было. А так реально у нас человек 15-16, ну, то есть те, которые в состав попадают. И меня вот беспокоит вопрос, что и так в прошлом году, да, Астана не так часто давала шанс сборникам, да, и сборники эти выступали в основном в матчах КПЛ, да, вот, ну, или в не таких играх, где надо решать высокие задачи, где можно справиться своими силами. Меня вот этот вопрос тоже беспокоит, что наши сборники будут меньше играть в своих клубах. Вот этот вопрос. Потому что, если ты берешь легионера, то ты ему по-любому обещаешь какое-то время, да, какие-то минуты, потому что это все бонусы, это все, то есть отображаться будет на его зарплате. И если брать идеально, то для меня, если честно, 7 легионеров – это потолок. И 4 казахстанца как минимум на поле. Почему? Потому что если брать каждую позицию, то у нас в основном казахстанцы играют не на самых решающих ролях, да. Очень много легионеров у нас играют на вратарской позиции или на позиции вингеров, да, вот. А вот именно вот такие вот решающие роли, да. Почему у нас дефицит нападающих в сборной. То есть это все, мне кажется, тоже в совокупности. И если брать вот идеальный мой формат, то это 7 легионеров и 4 наших. Но я, если честно, я не прям категорически против. Я, как бы, я хочу дать шанс посмотреть вот этому нововведению, да, 2-3 года посмотреть. Но если ничего кардинального не изменится, то я бы вернул все обратно, как было. Ну, здесь к этому, в первую очередь, посмотреть правильно надо. И не один год это хотя бы. Потому что этого никогда не было у нас в стране. Потому что сейчас клубы вкатятся только в эту систему и потом будут понимать. Здесь еще очень важный момент. Сейчас казахстанские футболисты получают, вернее, клубы создать условия для казахстанских футболистов в виде бонусов. Где основную часть своего заработка они будут как раз-таки получать в те моменты, когда они будут выигрывать, собственно говоря, эту конкуренцию. А, Буржан, борьбы не будет, роста не будет. Понимаешь, что сладкие условия для них нельзя создавать. Это нормально, это я говорю тебе как спортсмен. И даже как бизнесмен. Но когда ты в льготных условиях находишься, ты не думаешь о росте таком. У тебя есть конкретно, все спокойно, все нормально. Там же железобетонная для тебя есть возможность попасть и так далее. Ну, это что такое? Это же никогда не до срока. Да сегодня у нас просто, как говорится на самом деле, что в обойме тоже нет, ты же видишь, нет особенно такой конкуренции там внутри. Ну, кто есть? Евгений Викторович тренером работал. Я не думаю, что прямо у тренера в голове сидит забить вот эти вот все места легионерские, да, их прямо вот срочно надо. Тренер же не сидит никогда в голове. Он, естественно, просматривает тех, кто ближе. А уж потом проблемные позиции латают. Ну, безусловно, у меня один момент у нас Таража. Вот сколько лет уже, начиная, вот когда я работал, 14-15 год в Таразе, вот, что для меня было неприятно, потому что не было какой-то долгосрочной перспективы, учитывая там 2-3 года, чтобы сделать команду. Ведь когда амбиции Акима, там, президента и главного тренера сходятся, всегда будет результат. Три главные вещи, я всегда говорил, это в той последовательности. Это самое главное доверие, терпение и финансовая составляющая. И работайте. У нас, получается, футболист сезонно отыграл, на год заключает контракт и все, что дальше делает тренер. Я, насколько мне удалось в прошлом сезоне посмотреть, игр чемпионата КПЛ. Я видел и с 7 легионерами наши игроки-сборные где-то и не всегда играли в основном составе. Я к чему веду? На сегодняшний день, на сегодняшний день, возвращаясь к тому, что я говорил, ну, наверное, самое главное, еще раз говорю, это здоровые амбиции наших футболистов казахстанских. Это первое. Второе, все говорят, что многие не понимают, вот лимит, лимит убрали. Ведь мы смотрим, наверное, и на развивающиеся европейские футбольные державы. И наши руководители в лице президента федерации и президента ПФЛК, они тоже хотят, наверное, повысить. Вот эту планку они задали, вот как сборная выступала. Футбольный бомбец в Казахстане идет полностью. Три-четыре года назад еще не знали, Казахстан приравнивали там карликом государством. А сейчас о Казахстане знают вся Европа практически. И мальчишки сегодня видят своих кумиров. Зайну Динова, Шацкого, Самородова и так далее. То есть сегодня, мне кажется, необходимо работать. Это в первую очередь, это запредельная работа должна быть. У многих клубов это не коснется, вот эти цифры 12-13. Насколько бюджет позволяет, настолько и будут они формировать команду. Два-три клуба там будут, там легионеров хорошие, мы читаем, там средства массовой информации приезжают. Но на сегодняшний день вот такая ситуация получится. А на всю вот эту историю только время даст ответ. Правильно приняли это решение или неправильно. Мне так кажется. Айдан, не кажется ли сейчас... А можно я вот на вопрос Касмжану, который задавал Касмжану? В идеале какой вот я бы видел. Мне кажется, вообще в идеале было бы отменить любые лимиты. Чтобы у нас вообще не было никаких ограничений. В идеале. Но это, я надеюсь, что наступит это идеальное время. Это будет, когда клубы все будут частными, да? Пока клубы государственные, у нас, к сожалению, так не получится. По схеме, допустим, 7-4, чем она, к примеру, плоха? Условно говоря, ты знаешь, что ты должен 4 казахстанца поставить в стартовый состав, ты тренер, да? И ты, условно говоря, у тебя есть хороший там правый полузащитник, и у тебя ты вот его наигрываешь правого полузащитника казахстанца, и менять ты его будешь только на казахстанца. Соответственно, казахстанец конкурирует с казахстанцем, а казахстанец должен конкурировать с иностранцем. Вот в чем вся соль, да? То есть он расти должен, выигрывая конкуренцию легионера. Что касается, на самом деле, вот количества, да? Мне, на самом деле, кажется, совершенно неважно, какое у нас количество. Заявки, не в заявке, в поле, не в поле. Вот, допустим, Рафаэль, у меня личное пожелание не о количестве думать, а о качестве. Мы должны думать о том, как повысить качество этих легионеров. Это ключевое. На самом деле, неважно, сколько у нас в итоге будет, пусть хоть 15 легионеров будет заявки, 10 казахстанцев. Да, главное, мы должны выработать механизм, каким образом мы повысим качество. Условно говоря, у нас несколько лет назад, если помните, было такое правило, когда ты должен, легионера старше 30 лет, ты можешь привести только если, там, он игрок национальной сборной. Причем эта национальная сборная должна входить, по-моему, в топ-50 или топ-70, что-то такое было. Вот, то есть, ну, не очень сильно работало это правило, насколько я помню. Там не так много таких легионеров приезжало. Но, тем не менее, в этом была какая-то цель, да, какой-то смысл в этом. И мне кажется, что нам сейчас, вот сейчас мы ввели правило, да, когда мы воспитанники казахстанского футбола и невоспитанники. У нас сейчас нет понятия на самом деле. Да, это же очень важная ремарка, что мы, наконец, вот полное понимание. Мы не ограничиваем футболистов из стран ЕАЭС на самом деле. Что из списака? Да, мы защищаем свои интересы, мы говорим, у нас есть понятие воспитанника казахстанского футбола. Он может быть, на самом деле, гражданином любой страны, если он воспитанник казахстанского. Ну, условно говоря, он там 21 года здесь футболу обучался, потом уехал в Беларусь, к примеру, да. Мы не ограничиваем, на самом деле. Вот приезжают белорусы, россияне, они пусть тоже конкурируют с иностранцами. Почему они должны конкурировать с нашими футболистами? У нас в прошлом году, Рафаэль, наверняка вы ведете статистику, знаете, там, по-моему, свыше 20 футболистов из Беларуси было в премьер-лиге в прошлом году. Только двое из них вызывались регулярно в национальную сборную. Только двое. Но это вопрос к качеству, правильно? Россиян сколько было в прошлом году. Ну да, если едут со сборной Беларуси, почему остальные 18, они даже не претендуют на эту сборную Беларусь? Почему мы должны вообще создавать условия для футболистов из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении, да? Почему они должны конкурировать с казахстанцами? Они пусть конкурируют тоже с бразильцами, с нигерийцами, с сербами. Пожалуйста. Мне кажется, еще для руководителей клубов сейчас уникальный момент наступает создать трансферную экосистему. Это когда заключать контракты с казахстанцами уже не до конца сезона, а заключать на какую-то перспективу на 2-3 года, как раз-таки развивать его путем нахождения на футбольном поле, да? И затем, ну, либо продавать за границу, либо внутри Казахстана, чтобы тоже трансферная политика у нас была какая-то. А не так, что игрок закончился контракт, он спокойно мог перейти в клуб, и там по 10 клубов у него к концу карьеры набирается. Здесь очень масштабная работа предстоит для руководителей клубов в следующих сезонах. Первая причина, что вы говорите, есть разные формы, да, там 7 плюс 4 или еще какая-то. На самом деле отмена ограничений, она ведет к миграции, прямой миграции футболистов. То есть есть, мы должны понимать, что мы конкурируем в Европе с европейскими командами, европейскими сборными. Это первый момент. Второй момент, что мы в европейской модели футбола, не американской. И здесь есть свои правила, то есть богатые клубы, у которых больше бюджет, которые борются за чемпионство, они будут богаче. Это первый момент. Второй момент, что когда у нас складывалась ситуация, что у самых лучших казахстанцев было большое скопление в одном клубе, это приведет сейчас к тому, что они будут играть, переходить в течение сезона в другие клубы, искать себе место в составе или ехать за рубеж пробовать сюда. Самый основной момент селекции, чтобы улучшить качество легионеров или наших футболистов, это вопрос селекции. Мы должны все вместе, сообща, подходить к тому, чтобы ее выстраивать. То есть это вопрос, опять же, управления. То есть если у вас есть 10 рублей бюджета, они остаются 10 рублей, но вы должны правильно ими управлять. А основной плюс того, что сейчас происходит, и мы должны это понимать, что детско-юношеский футбол и футбольные центры перейдут из разряда социальных проектов, которые финансировались по-остаточному, как все говорят, принципу, вопрос необходимости для клуба. То есть почему в Европе начали последние 30 лет очень сильно вкладывать в собственную академию? Потому что есть два фактора. Они ищут дешевого игрока, они его создают. И для того, чтобы как-то конкурировать с большими клубами, то есть трансферная стоимость игроков каждый год растет, растут зарплаты в мировом футболе футболистов. Правильно? То есть бешеная инфляция происходит на рынке труда. Я уверен, что первый год мы будем за этим смотреть. Кто-то будет ошибаться в селекции, это неизбежно. Кто-то будет говорить, что вот они опять понабрали каких-то футболистов. Но в течение следующего года уже клубы начнут обращать правильное внимание к своим академиям и искать наших игроков, создавать для них условия. И мы будем получать этих футболистов. Потому что у нас есть и дети есть, и подростки есть, которые нуждаются в правильной системе и в правильном развитии. Вот тогда все начнет работать правильно. А имея барьеры, мы никогда этого не выстроим. Здесь еще вопрос, что условно появляется 10 легионеров на поле, среди них центральный полузащитник казахстанец. На него автоматически уже взоры абсолютно другие становятся, что он среди этих 10 легионеров играет. Ну, посмотрим, как это будет работать. Мы надеемся, что это не один год. Вы правильно сказали. Первый год это только все будут учиться. А уже как это по-настоящему заработает, мы уже узнаем в следующем сезоне. Спасибо огромное за обсуждение этой темы. Мы получили ответы, пусть не на все вопросы, но постепенно мы как раз-таки будем видеть, как эта система работает. Главное, как было сказано сегодня, чтобы руководители клубов поняли все верно, донесли все верно и верно этим воспользовались, чтобы на благо футбола только это работало. Спасибо огромное за сегодняшний снижение. Спасибо. Ну и мы благодарим наших телезрителей. С нетерпением будем следить за клубным казахстанским футболом в этом году. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»